Прошли зональные соревнования на призы клуба «Кожный мяч». Зона у нас, ну традиционная, она уже существует достаточно давно. То есть это Викса, Хулебаки, Навашина, Вача, Сосновская и Павлов. Шесть команд. Значит, никаких сложностей особых мы не испытали во время проведения зональных соревнований. Значит, обыграли, ну в решающей игре, так скажем, обыграли команду Павлова. Самый сильный из всех соперников, которые здесь были. Со счетом 2-0. И потом система розыгрыша «Кожаного мяча», она достаточно такая сложная. И потом, значит, мы в дальнейшем соревновании вышли две команды с нашей зоны. То есть мы и Павлова со второго места. Мы вышли с первого. Следующий соперник был у нас команда «ВАД». Это третья команда Арзамасской зоны. Ну, команда слабенькая совсем. То есть забили им 19 мячей, даже, ну, как бы, говорить об этом не стоит. Следующий соперник – команда города Арзамас. Это первая команда Арзамасской. Он тоже проблем особых не был. Победили 5-0. И вышли в финальную часть, которая проходила на базе отдыха «Изумрудно». Это городецкий район. Очень хорошая, очень приличная база. Она не только спортивная, но и, как бы, там, база отдыха на самом деле. Туда съехали, значит, победители всех зон Нижегородской области. Четыре команды. Это, значит, «Викса», «Павлова», наш соперник по зональному турниру, команда «Премьер Лига» Кстова и команда «Саров». В результате жеребьевки определились пара полуфиналистов. Значит, нашим соперником в полуфинале была команда Кстова. Очень, очень хорошая команда. У нее, значит, там есть мальчик такой, который играет в ЦСКА. А это кто? Савинов. А отец у него тренер. Ну, дело не в этом. Игра, на удивление, сложилась тоже. Ну, как бы, не очень сложно. Мы опасались, конечно. Но результат еще за несколько минут вообще был 6-1. Да, и потом два гола попустили. Но я произвел тут ряд замен. Хотелось, чтобы больших все поиграли. И, конечно, результат 6-3. В другой паре победила в упорной борьбе достаточно команда «Павлова». Обыграла «Саров». Со счетом 3-2. И затем, значит, на следующий день состоялась игра за третье место, где команда Кстова обыграла «Саров». 4-2. И, наконец, последняя, заключительная игра. Финал. Игра за первое место. На этой игре присутствовали как раз у них сборы. Футболисты Нижегородской «Волги». Рассмотрели. Игра получилась достаточно живенькая такая. У лексинских ребят вначале было 3, я считаю. 3, 100% просто момента. У Майорова два просто железных. Не забили. Потом игра подровнялась. Ну, жарко. Искусственное поле. Игра выровнялась. Особых моментов не было. И в одном из моментов, таких, скажем, не предлечащих, как бы, гол, случился. Так, мальчишка обыграл в штрафной. Пробил удачно. Забили гол. И потом у Павлова, значит, ушли в оборону. Мы, к сожалению, не смогли преодолеть моментов. Они от обороны, а мы, как бы, не сумели. Ну, было пару полумоментов. И окончательный результат. Значит, 0-1 проиграли. Вообще, выксунским командам кожаный мяч дает достаточно трудно. Это вот в этом году, 2000-й год, ребята, это команда Попова Евгения Михайловича. Замели первое место и теперь едут в Пензу. Национальное соревнование уже при Волчине. Окончание турнира. Возрастной группе из 2002 года рождения. Был определён лучший. Не определяли лучших игроков по амплуа, да, там, защитник, полузащитник. Определяли просто одного лучшего игрока. И им признали выксунского, значит, мальчика, купцова Никита. Он, кстати, и на прошлом, на прошлом розыгрыше тоже был признан лучшим игроком. Ну, я как бы... Ну, он неплохо, неплохо, конечно, выглядел, не всегда. Ну, претензии есть ко всем. Претензии есть ко всем. То есть, ребята играть могут лучше, ну, не знаю, будем искать их причины. Да, больше лучших не определяли, как бы, а так, если... Вот, в моём мнении, да, очень неплохо провёл первую игру Елынин, это вратарь. Не смотря на счёт, да, у 6-3, да, с Кстова. У них тоже было несколько моментов, где он действительно выручил. Выручил молодец. Майоров. Нападающий. Денис Майоров, который впереди, да, обострял, и Кстова забил три мяча. И были моменты в финальной игре, но, к сожалению, это не сумел их реализовать. Ну, так, в целом, у меня претензий нет, как бы, да, к ребятам, что они там не старались, там, да. Все старались в меру силы, в меру своего умения. Получилось так, как получилось. Второе место тоже, как бы, неплохо. Но оно не даёт права участвовать в дальнейших соревнованиях. Ну, хотелось бы, конечно, съездить, поиграть с хорошими командами.